Вообще кажется, что часто Рани Фаридович поступает по принципу на зло, там, уши отморожен. Например, мы пишем, что у нас проект по туризму профуканный на 0% исполненный, и говорим конкретно, называем фамилии, там, господина, там, допустим, Медельбаева, серого кардинала, да, туристической отрасли. Там говорим, что и Авзалов не справляется и так далее. Рани Фаридович едет к этим ребятам на их же личной борте, да, пытается попитаться и начинает хвалить эту сферу. Но это просто выглядит настолько забавным, что им даже уже можно манипулировать, мне кажется. Да, может быть, а вот тут, может быть, вы правы, может быть, это ответ. Зря, может быть, вы принижаете собственную воздействие на сознание дорогого Ради Фаридовича. Возможно, что, как бы вы что-то сказали про Эдельбаева, который является не только теневым кардиналом туристического бизнеса, но еще и теневым кардиналом бортьевого пчеловодства, вот, я бы сказал, в планетарном масштабе. Соответственно, может быть, это налажено какое-то ментальное взаимодействие с Ради Фаридовичем, Он к вам не приходит, интервью не дает, да? Вы, наверное, просили, предлагали, да, он не дает. А вот как-то так вот ментально он с вами общается. То есть вот вы там поругали Эдельбаева, он сразу к нему за медом помчался. А пчелы говорят, ну, ради Фаридовича, ну, зима, ну, нельзя. Зимой же не берут мед. Ну, да ладно. Нет, тут, конечно, да, вот вопрос кризиса с этими оперативками, он, наверное, есть, существует. Потому что и Хабиров тоже наверняка в какой-то момент начинает раздражаться. Потому что выглядит он очень часто нелепо, не всегда, правда, это замечают, но, видимо, все-таки человек, он взрослый, и как-то со стороны себя начинает уже оценивать, уже пора бы, и вот видит он некую нелепость этих событий. Возможно, ему надо поработать над, там, так сказать, драматургией мероприятия, да? То есть, ну, вот я бы, например, коль скоро будет мне позволено посоветовать, да, я бы, например, категорически выбрал Прочаковскую. Потому что это некий элемент уже греческого фарса, то есть, вот его надо убирать из этой драматургии, потому что это совсем, это за рамками, в общем-то, общепринятой, какой-то даже чиновничьей схемы и прочее, прочее. Потому что перед каждой оперативкой министры обязаны к ней бежать на поклон, лишь бы она их в плохом свете не представила. Она, к сожалению, да, восприняла свою позицию именно как некую функцию, что, значит, я не знаю, платят ей отступные, там, или, там, баранами, там, или чем, значит, ну, ее благодарят за все это. То есть, неупоминание, например, да? Ну, было парочка эпизодов, когда была очевидная заказуха, когда она выбегала, значит, на сцену и отплясывала такой заказной номер, там, а вот смотрите в тетэшлаг. То есть, как бы, ну, ей говорили, ладно-ладно, она выбегала снова, говорю, подождите, может, вы не расслышали? Я по буквы продиктурую. Ну, то есть, было очень смешно. То есть, женщина, она, конечно, абсолютно неквалифицированная. То есть, насколько нам известно, она прибыла из какой-то мелкорозничной торговли, вот, ну, в эту сферу деятельности. Соответственно, вот это еще один вопрос о, ну, квалификации кадров. То есть, Хабиров почему-то сейчас подумал, или, возможно, некогда думать об этом, что Прочаковская заменила Морзогулову. Но, извините, это совершенно неадекватная замена. То есть, если это так, то я требую вернуть Ростислава Равкатовича на место, простите, даже наградите ордену Салавата Юлаева. То есть, как бы, ну, лишь бы только не было Прочаковской, потому что это позор. Потому что это позор. Потому что энергичность не может заменить знание. Да, это медийный позор. Да, громкость голоса не заменяет смыслов, не заменяет контента. То есть, если она громко и визгливо кричит, это не меняет. А вот сам Радий Фарич понимает, что, допустим, после той же прямой линии, уже два года подряд она в одинаковом формате, когда там два журналиста, условно, да, руководители крупнейших, и Прочаковская, вторая фактически сидят и красуются сами собой, как бы поумнее. А Радий Фарич как-то, ну, на их фоне уже не диктует. Ну да, в этот раз особенно было как-то выдающееся это. То есть, она его уже перебивала, объясняла ему, как он должен себя вести, насмехалась над ним что-то там. Ну, то есть, там было такое ее превалирование в эфире, что он, ну, в какой-то момент Хабир просто вообще перестал вот с ней контактировать. Она что-то внизу там говорила, а он стал читать с экрана вопросы и отвечать на них. А она продолжила говорить при этом. То есть, это было вообще, у меня абсолютно, я мучился. Я, конечно, смотрел записи, да, то есть, вот эту вот прямую линию, она очень длинная была, там, четыре с чем-то часов. Плюс прерывалось. Ну, плюс еще там Путин вмешался, коварно испортил эфир про Чаковский. Но мне было тяжело, потому что мне было, как сказать, мне даже было где-то больно за дорогого Радий Фарита, в том смысле, что, ну, это правда было унизительно, то, что вот она делала. То есть, она вот, ну, это, ну, и существует, какая-то субординация все-таки. Есть в чиновничьи какие-то, ну, ритуалы, да, и вообще вот как-то себя ведут люди определенные. Но у нас республика не такая, во всяком случае. Нет, и у нас тоже эти чиновничьи ритуалы существуют. То есть, у нас они даже иногда были в несколько таком гипертвофированном виде, то есть, ну, все-таки мы немножко азиаты и прочее, прочее, да. И вот так себя вести, бедный этот, как вот там начальник-то БСТ с ней. С Зарфуддинов. Зарик, да, он бедный, значит, он вообще скукожился. Она так махала руками, думаю, она сейчас лицо ему разобьет. Ну, правда, она же рядом с ним сидит и руками машет, вот как будто норму ГТО сдавала. Ну, вот я говорю, в целом это было ужасно. Вот это первое, что нужно, мы возвращаемся к оперативкам. Первое, что нужно сделать, это убрать оттуда Борчаковскую. Посадите, вы помните, что Ради Фаридовича есть, пресс-секретарь? Какой-то юноша. Девушка ушла. Нет, какой-то юношу поставили. Сейчас юноша, да. Ну, как девушку мы не запомнили, как звали. И она заберегнила и ушла, видимо, с орденом Салата Илаева. И теперь какой-то юноша, который, ну, вытащите вы, поставьте пресс-секретаря, пускай он будет такой сидеть, красиво улыбаться, то есть, ну, ручку ему купите блестящую. То есть, ну, то есть как-то надо вот это вот, все, вот приводить в порядок вот это вот, вот это шапито. Ну, и вот это все-таки все вместе, как матрешка, надевается на вопрос о кадровых вот этих проблемах. Вот кадровый ужас продолжает быть ужасом.